МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил. Вы находитесь на моем игровом канале Харккорное прохождение с Михаилом не только. Это у нас продолжение прохождения визуальной новеллы, когда плачутся кады, ответы, или хигурати на знаку экране Кай и по счету 148-я серия. Продолжаем читать восьмую главу о подыгрывании фестиваля, последнюю финальную данную новеллу. Мы уже перешли к самому главному, в общем-то, к почештой концовке. Ну, в общем, начало у нас была предыстория такая токана, средний раздел, это, в общем-то, фрагменты, нужно было в пройденном порядке подобрать, прочитать их. Здесь уже такой финал, получается, уже. Сама история. Лица Реки, в общем-то, лица наших героев главных, это новелла. Который уже решится, ну, там оно все к концу кана, но решится, в общем-то, исход это и все иная вола, чем все закончится. Ханю совсем уж привыкла к нашему кругу. Ближе всех новенькой остружился Чикотян и Сатака, видимо, благодаря примерно равному возрасту. Весь Анпень Рена не обделял ее вниманием, да и имен была рада новому другу. Помнили слова Рены? О том, что Ханю была рядом и раньше, лично наблюдая за нами, с недаемой желанием стать одной из нас. Я, правда, так и не помню, чтобы увидел ее. Но на удивление, без труда вере, что так хотела вихлиться наш круг. Все те вещи, что меня поначалу смущали, Ханю принимал так, что он знал о них всегда. Она знала все суровые правила клуба и веселые игры, которые оставляют шею забывать о течение времени, как свои пять пальцев. И полнулась, видимо, я радостью, по этой причине, что я, наконец-то, может испытать все сама. А не совсем свыклась с роли нашего друга. Ага, все-то кажется, словно так она с давних пор была. Хотя и речи-то быть не может. Вовсе нет, она всегда была рядом. Ого, и ты так думаешь? Ренаму тоже рассказывала. Я один, что ли, ее не замечал? Просто ты бестолковый, и вот и незачем. Вот и не замечал же. И, фу ты, все-таки я бестолковый. Ау, 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 Рика и Китю селись что-то. Устали? Тебе-то не дамек, что такое усталость. А нам нужна передышка. Так я столько хотела проиграть с вами, что никак не могу и наиграться. Еще долго буду играть и доиграть. Ау, ау, ау. Ха-ха-ха, вот и непоседа-то. Да, кстати, эти штуки у тебя над ушами. Ты их не роняешь во время игр? Игр. Ау. Ханю дотронулся до своих рожек. Я считал их каким-нибудь украшением и подумал, что те могут упасть во время беготни до поломаться. Предложил, хотел предложить отдать их на время. Но Ханю все так же держать за рога по небу с неизвиняющимся выражением на лице. Кейти, Ханю не может их снять. Ааа, ааа, вот как? Ха-ха-ха, ну тогда извиняй, значит. Ау, так оно все-таки ненормально, что у меня рога. Ха-ха-ха, да что ты, блин, они очень даже милые и очаровательные. Во-во, у Кейти она сама урок между ног растет. Деватый, выгнутый. Молодец, молодец Рене, вовремя. А там все слишком куда-то нанесло, я пойму куда. Ха-ха-хау, что за рог между ног, между ног? За против кулака Рене-сан, как обычно, нету приема. Так вы, Мене-сан, у вас лицо умелось? Да так и надо, блин, ничего было, всякая херня нести, мяква ли. Всякая хинея. Понесло, я не пойму куда. Все весело, все весело рассмеялись, кроме Ханю, на чем гречики нельзя было чего-либо разобрать. Потому что такая хорошая атмосфера была, она, блин, его всякой пошлостью это разрушает, зараза. Так что правильно все Рене сделала. Нечего здесь суматоху распространять. Зря, наверное, Лякпол не подумал. И должно быть не по душе, когда замечают рога. Сдается, что извинения лишь скупят дело. Пока я размышлял, чтобы сказать, Рена позвала девчонок играть дальше, и они побежали обратно к воротам храма. Ну да, так-то она, в общем-то, уже, сука, раз извинялась-то перед Кейти, перед Реной во время других глав. Именно Ханю хорошо получается. Лучше не вращай внимание к Кейти. Ханю хоть старается видеть себя как и ничего не бывало, но ей не хватает привычки же. Мии. Значит, переживала таки? Извини, впредь буду невнимательнее. Ханю появилась в Хинминзаве давно-давно. А, правда? Да, и верно, чересчур она хорошо знает деревню для переведенной. Не знаю, где жила Ханю до Хинминзава. Она объясняла, но могу лишь сказать, что моему пониманию то место не подается. И Ханю... Нет, род Ханю больше не мог там жить. Проведя невыразимо долгое время в поисках места, пригодного для их обитания, род Ханю добирался до этой земли. Здесь нашлось прекрасное чистое болото вместе с землей с желанной имя. К тому же стояло село, в котором жил местный народ. Уважать коренных обитателей единственное непреложенное правило, которому подчинялось ее кочевое племя. Род Ханю порешил жить в мире с селянами. Но сказать легче, чем сделать. Селянам не хватило мудрости, взрослости, чтобы поднять новых соседей. Их безрассудное неприятие чужаков привело, к увы, к ужасному положению. Изменив облик по подобию местных жителей, Ханю прибылась иуда с целью надзора. Но по каким-то причинам не смогла спрятать врагов. Запретные рукописи гласят о ее снисхождении во храм Форуде в том же обличии, что и ныне. Еще говорится о них, что ее страстающий род может жить лучше лишь в нашей деревне. И что жить он пособен только совместно с деревенскими жителями. Священник Храма Форуде первого раза отказал, ибо какое могло быть то существование, когда принять чужаков сначала опустить в кровь деревенских жителей демонов. Молодой наследник рода Форуде полюбил Ханю с первого взгляда, и когда она принесла ему дочь, священник вошелся передумать. Устранники чужих врагов не закрыты, нежели жаждете вы остаться в нашей земле, в нашей крови, над этим возможно подумать. Одна беда, сириане, пораженные кровью демонов, будто и путаются с демонову или к людскому племени, себя предпочислять. И недоверие питают один ко другому, с головой уйдя во мрак подозрений. Без разрешения того и о нашем сожительстве не может быть речи. И в нашей совместной жизни необходимо принять их несколько непреложных законов. Они очень суровы, и с нашей стороны непростительно навязывать их вам, доселе и жившим покое. Однако их соблюдение убережет деревню от бушующих демонов. Что же, последуем вашим законам, ведь уже деревня продлила уже много крови. Людей не избавить от гнева, греха, пороха. В мире людей один закон, за грехи отплачиваются жизнью. Понятно, раз у вас принято, что кто-то держит ответ за всех и общие грехи вместе с ним взрывают землю, пусть будет так. Но не получится ли это тогда, что всяк, жалеясь жизни своей, не примет чужих грехов и вечно будет перекладывать ответы от другого? Именно, таков уродливый демон людского мира. Всех, отказываясь от признавать свои грехи, болит вину на другого. Когда от них можно избавиться лишь ценой собственной жизни, никто не хочет платить ту цену, и грех только накапливается дальше. Избавление не приходит, человек без конца сомневается в человеке и перекладывает вину. Хорошо же, хорошо же, коль таков не дали мы закон нашего мира, не дающий покоя вам за совместную жизнь и в отдалю мир, где человек не будет сваливать вину на другого. Что же, что же, что за мир? В мире, населенном людьми, не избежать греха, пятнающего, пятнающего человека. Возможно ли устранять его? Устранить его, не сваливая ни на кого. Взвалите на меня все бремя греха и скверны, порожденное человеком, и не оставьте следа от меня. Бремя общих грехов не достанется человеку. Возьми я его на себя, никому не придется валить вину на другого. Что же ты говоришь? Не как вызываешься принести себя в жертву? Таков закон вашего мира, что не избавиться от вины, не бременив я ее кого-то. А вот о чем говорила другая рукопись. Тоже, конечно, завредная. Даже люди трехвеликих родов не имели права ее коснуться, лишь глава родов Руды. Никто больше. Народ потерял покой, недобрые думы сельских жителей. Секлись болота и демоны вышли оттуда. Священник храмов Руды возвестил, что корень зла – демоническое божество, вышедший из болота, и повел деревенскую молодежь туда. В болоте они увидели божество, глумливо смеющийся над лишенными покой людьми. Младежь смело бросила вызов ему и одолела, пускай они без крови, после чего протащила в храм Форуды. Священник ворвел обряд очищения, распорол божество живот и вынул внутренности, которые разорвал и бросил в реку. А остальное досталось болотом. И к людям тотчас вернулся покой. И они, питавшие друг дружке недоверие и презрение, взялись за руки, да возрадовались наставшему миру. Короче говоря, если запретные рукописи правдивы, того, кому пополняемся мы, деревенские жители, Айсиросаму, мы сами же поймали, возвалили на него грехи, всех и разорвали его на части. Время того, там записано, что демоны появились уже после того, как люди потеряли покой. Иными словами, демонов обвинили в потере людьми покоя, произошедшей до их появления. Айсиросама – божество, взявшую на себя людские грехи, тем самым погасив людскую вражду. За это ему досталось признание, из которого произошла вера Айсиросама. Не знаю, что все это значит, но вот заодно могу поручиться. За то, что она, то самое божество, одобровольно вынула короткую спичку, которую не хотел брать ни один человек. И доказательством тому – обряд очищения в хлопком, убирающим себя на жесткверный, пускающимся вплоть в плавь по реке, что представляет собой современный обряд в Танагасе. В том нету ни безобразности, ни прикладывания вины с одного на другого. До создания этой схемы были мы демонами, сваливающими ответственностью и свергнув друг на друга. Мы не могли очиститься от вины, кроме как свалив ее на кого-то другого из нас, людей, и принеся его в жертву спарыванием живота. Но время досталось не человеку – ханю. На бред очищения, не отнимающие людской жизни. Схема прощения людских грехов. Из того пошла веровая сера сама, винящая в людских грехах проклятие нечеловека. Данные рукописи скрываются за семи печатями. Не то мы бы узнали, что сами убили объект собственного поклонения, свалив на него все грехи свои. Ханю просит прощения, просит и просит, постоянно принимая на себя ношу людских грехов. Когда человек не выдерживает вины, она принимает ее на себя. Благодаря ей люди очищаются от вины и могут жить дальше. Обернувшись к копкам, демоны втягивают в грехи седа единого и уплывают прочь по реке, даря силу избавления. От грехов, порожденных живущими в нем. Если оно действительно так, то какая же скорбная доля у Ханю, то есть у эсера сама? Как-то я поделилась с нею своими рассуждениями. В ответ Ханю появила такую притчу. Довольно известная про Буран, заставший в горной хижине четверых, которые играли посыльных, раздевшись по углам хижины. Младшишке очень холодно, так они сами не заметят, как уснут. А заснут, околеют. Вот кто-то и предложил. Раз они сидят по углам, пускай один пройдет по часовой стрелке в следующий угол, даря столкает сидящего там. Кто, кто разбудил, сядет в его углу, а разбушенный пойдет по часовой стрелке дальше и так же поменяется по следующим. Ходили так по кругу, ходили, да и протянули до конца снежной бури. Тем, кому известна суть Бэки, объяснение не понадобится. Ну в общем, с четырьмя этот способ не сработает. Когда первый покидает свой угол, занять его некому. И когда очередь зайдет до четвертого, придет он в пустой угол. Сядет там, задремлет, а вместе с ними навсегда уснут и все остальные. Ведь отсталкать первого и продолжить цепочку некому. Проще говоря, четверых мало. Им не спастись без еще одного. Причу эту часто рассказывают в качестве одной из байка-привидений. Объясняет, что на деле-то шли они пятером. Только пятый уже умер, его призрак участвовал в игре. Давший был не уснуть и пережить буран. Ханью сравнивал себя с этим пятым. Если я присутствую в людском кругу, позволяет всему выходить на лад? По-моему, пример с непрерывным хождением по кругу в горной хижине очень ей подходит. Существо вроде ханью заполнит собой разрыв круга, которого не заполнить людям. И тогда все смогут жить в мире и согласии. Она так, кто заполняет разрыв, придавая целостность кругу. И потому или ее огорчают рога, что служит напоминанием обо времени, когда она, закряменная демоном, взяла на себя всю ночь у чужих грехов и прошла через гадь за них. Не терзает ли ее до сих пор бесов и сознательный страх, что нигде не рады рогатам? Рога у нее с рождения. За них ее ненавидели, мучили. Да, 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 все погани себя чувствую. И из-за них она приняла себя, корнировала на себя грехи всех остальных. Приняла очень-очень великий долг их очистить. И зато удостоилась поклонения как божество. Э, божество? Я так само собой говорю же. Можешь не обращать внимания. А-а-а-а-а-а-а-а. Кхм-хм. То такая ханю даже мне-то неведомо. Божественное ли создание, спустившееся к нам из неведомого мира, что намного выше людского? Или же бедная девочка, принесенная жертву из-за того лишь, что родилась рогатой? Неизвестно. На кровь ее усмешавшись с кровью, Форуден через поколение дошла до меня. Продание гласит, из тех 8 поколений подряд в роду Форуден первенца будет девочка, а Сера сама перевоплотится восьмой. Сама не очень-то понимаю, что это должно значить, о чем говорит то, что я как раз восьмая девочка первенец к ряду. И что я единственная вижу ханю? Ума помрачительный срок, за который сменилось более восьми поколений. Можно быть столько понадобилось на очищение ханю от принятых ей на себя греха и скверны. Осьмерка несет большую удачу. Ее иероглифическая запись напоминает раскрывающийся веер. Бытует ругательство, поклиная до седьмого поколена, здесь же поколение восемь, на одно больше. Иначе говоря, восьмое поколение избавляется от грехов и парклятий, висящих вплоть до седьмого. Заклятая цифра. Столько времени потребовалось Ханю, чтобы очиститься от взятых на себя чужих грехов. Кремя Ханю желало жить вместе, но ради того Ханю пришлось принести себя в жертву, быть воспорутой, чтобы смутанности ее поплыли по горяке, а тело легло в болото. И в дом Форуде терпеливо ждал. Ждал необразимо долго, пока Ханю, не упокоившись вместе с чужими грехами, не возвратится, но по пророчеству к нам. Как-никак, если верить в предание, фамилия Форуде, образованная присоединением рога демона к иероглифу Уранай, у слова Уранай-Т, значащего прорицател. Кровь Ханю привела семью Форуде к процветанию. Ханю, вот начало рода Форуде и мать всех нас. Владенчество Ханю научило меня много большему, чем дала мать. Так оно и должно быть. Я же потом, к Ханю, проклятие рода, отвергшего и погубившего свою мать, делалось семь поколений, после оказавшегося вечностью срока, окончилось. И она встречалась со мной далеким потомкам из последнего поколения, когда над родом Форуде нависла угроза исчезнуть. Когда отмышляю над этим, по временам кажется, словно бы, есть некий важный смысл доставшейся мне злополучной доли, чтобы означало необходимость преодолевать препятствия на пути к моему будущему. Относительно проклятия, вероятно, более тысячи лет провисевшего на ханю родом Форуде. Правда, тысячелетия есть слишком долгий срок, чтобы те желания и помыслы должны дошли без искажений. Сама Ханю стала проклинающим богом по имени Айсера Саму, и сущность, несущая избавление, обратилась к сковывающей сущностью. Правила, введенные ради сосуществования, стали оттолковаться, как правило, сковывающей роднород села, и сковывали его плоть до плоти до эпохи Мэйдзи. И какое значение у того, что мы с Ханю повстречались и попались в моей несчастной судьбе, во время повторного поворота к забирательству и ошибкам, к чему толкнуло село в дамбовое войне? Недостаточно я прожила, чтобы понять. Одно сказать могу. Последний из родов Форуде, в конце концов, встречался в его прародителе, Ханю, от кого пошел весь род Форуде. История проклятых крыльев Форуде, громоздивших на мать людские грехи, чтобы предать земле. Начало ее повстречалось с концом. По ней вечно хотела быть остальными. Но ничем не могла вскрыть врагов. И все же она стремилась заполнить пробелы круга. Ронить родителей двух ребенка. Но, досточтимая мать, не доводилось мне слышать, что ребенок должен убивать родителей. Не задавая вопросов, дитя, я не человек, если демона рога являют во мне предназначение демона принимать на себя ответ за беды людского мира. А посему мне должно принять ответ за беды людского мира и за телом своим избавить сердца мужские от осмуты. О, досточтимая мать, вычтожи тебе одно и нести все грехи мира нашего. Оставь грехи грешникам. Не твои они, о, досточтимая мать. Послушай, дитя мое. Грязь сопровождает человека по жизни. Людям не жить, не освалив грехи на другого. Нет охотчик принимать вину на себя, а то вовсе перекладывать вину на вину друг на друга. Тот демон, истинный демон, ввергающий людскую меру по смуту. Приняв ее на себя, избавив людей от нее, не спасу их от участия вечного недоверия к ближнему. Отдай же мне все грехи со скверной, карму с проклятиями. Не удай же меня очищением подвергней, бросив плытью по реке и передай упокою не болоте. С людским телом с его не выйдет. То судьба не для человека. Людская жертва не избавит людей от демона, подозрения. Не разумею, не разумею, достучи моя мать. Да у тебя есть рога и неискрытие. И что же из-за них ты получаешь с одним человеком? С самого человечного человека рога лишают права им зваться? Достучи моя мать. Ты с рогами ли меня, человек, а не что-то иное? Дитя моя, лишь ты так отсчитаешь. Пускай все кричат меня чем-то там, в общем, лишь ты завешиваешь меня человеком. Видимо, такое мат, такое слово, в общем-то, это... Не знаю, матнышко какое-то или какое-то, такое, что у него не прочтешь. Нельзя прочитать. О чем повествует бесчувственный запередный оркописи родов Орды, поднесенный жертвеннику Сайгудене? О коих не знают и главы остальных великих родов? Для понимания того потребуется верно громадный срок, превосходящий даже срок моих метаний из жизни в жизнь. Наконец, достигнутое понимание позволит, наверное, лучше понять счастливую улыбку по детски невинно играющейся со стороны механики. А-а-а, ты цела? Глянула переполошенный вополимион. Судя поиспоку, в нем случилось нечто дурное. Что-что стряслось? Ханю сам дурачился вон там и тут как упал, да как подкатился, покатился по склону. Ханютиан, ты в порядке? Скатилась, ты смотришься, но надеюсь, она ничего не потянула, не вывихнула. Бегом, бегом. Похожих они играла на крови и сварилась. Прямо под ним шла дорога. Мои друзья побежали вниз по ступенькам. Ладно, пикает, побегу-ка я за ними. Надеюсь, она не ушиблась. Хм, сбегая вниз, я увидел Камитаки-сана, стакана-сана, помнишься над Ханю. Что творится? Идем оттуда, она сверху катится. Должна сказать, красиво скатилась, хихи. Впрочем, она, похоже, ударилась головой, поэтому позднее может выскочить шишка. Советую предложить лед и держать подальше. Ханю, Ханю! Слушайте ли вы нас? Ну-ка, сколько пальцев показываю? Ау, ау. Голос малость потерянный, но не похоже, чтобы она поломалась или вывихнула себе чего. Мы облегченно перевели дух. Небось у нее в глазах мельтежит после скатывания подлинного склону. Хау, но ведь хорошо, что все обошлось. Да уж, все уж таки, да ничего, сказочное везение, что как раз вперед, перед падением внизу, проходила медсестра. Ой, но ведь и на досуге я фотограф диких птиц, не так ли? А, Диара-сан? Ну, вроде того, да. Ну, хиномизавским детям такие пустяки ни по чем. Ходит Ханю теперь совсем наша. Ханю-тиан, значит, не помню ее. Недавно подружились. Да, совершенно так. С понедельника у нас учится. А вот это что? Необычная выглядит игрушка? Так она сам попыталась надавить на Рок Ханю. И правда, украшение было бы необычное. Ха-ха-ха-ха-ха. У них секреты обаяния Ханю-тиан. Их нельзя снимать. Правда? На мой взгляд, не очень-то и мило выглядит. Как-никак с ними она похожа на... Чудовище. Не находите? Внезапно Ханю сдавленно затонало. Так она. Ханю не чудовище. Чтобы больше я такого не слышала. Действительно, Такан-сан, зачем вы грубите? Прошу прощения, не хотела видеть. Рок Ханю довольно-то жестко ее укорило. Должно быть, Ханю не может вынести этого слова. Иногда Такан-сан без малейшего дурного умства выражается уничижительно. Но все-таки лучше думать, о чем... Что говоришь-то. Ханю смотрела на Такан-сан с таким-то трудопонятным выражением. Туда-то и дошло, что Ханю видно сильно задета, и она, небрежно извинившись, ушла с Томитаки-сана по своей себе. Нет, я надеюсь, другое. Мне кажется, она помнит все-таки, что случилось в той главе. Такан-сан, как раз на самом деле, главная злодейка, что она виновата в смерти Фордерики. Ты как? Ханю, удачно упала. Совсем не расшиблась джей. Так, посмотрю. Не расшиблась. Рика. Это женщина. Ау, ау. Женщина? Такана это? Такана. Такана. Каню зачем-то несколько раз повторила фамилию Такана-сан. И сразу забисокоилась, не ударилась ли она в голову неудачно. А, я сразу забисокоилась, не ударилась ли она в голову неудачно. Погоди, откуда-то скейтинг сговорит, что ли. И тут Ханю резко вскочила и рванула Рику Тян за воротнику. В общем-то, да. Рика. Ау, ау, ау. Это Такана, Такана. Такана. Ну да, такая ее фамилия. Нет, Рика. Это Такана, Такана. Ты что, не помнишь? Да знаю я. Такана, Мьё, так. Из клиники Ирии. Не припоминаешь? Извини, Ханю. О чем ты? Ри. Рика. Как же? А ведь, а ведь она в конце концов, ведь это же имя в конце концов раскрытого истинного врага, ради которого та терпела, пока враг спорол ее заживо, лишь бы покрепче запомнить. А она не помнит? Фордерика. Не смогла унаследовать память о предыдущем фрагменте? Ну, Мьё, не помнит, а ты что-то скажешь им, что ты умрешь. Она все равно помнит, что она умирает. Когда плачутся кадры, ответы, Филифи Гратино на какой-то ранее Кая, продолжение следует. Так могла бы сказать, я в общем-то ей, что Т. Рика-то, она все равно помнит, что она умирает каждый год. Так как сказал бы, что токан является причиной твоей смерти каждый раз. Это не поможет. Эй, Акаса-Акасаан, сколько леет, сколько зим. Ой, Си-Сан, а вы все такой же. Хм-хм-хм-хм. обижаете право я же недавно перешел на девочную диету вроде как спросил вроде как сбросил весу то да нифига не забросил такой же толстячок хотя нормально микро судит нормально все чему охудить там так нормально круто смотрится я бы вот окрепли порядком и не узнать надо же держать себя в форме о курать янгент и тот самый тот из токийской безопасности шо пяток лет назад приезжал пяток лет то но не виделись хондай сан признательны вам заказана тогда помощь и что я как вы мужал то их здорово быть с молодым так 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 раз уж вы проделали эдогий путь давайте-ка уже сходим приличную лавочку я там нас завсегдатый посему на посидумы ой посему нас думается пусть и до открытия ну ну пойдемте же оси сан а вы уверены вам же вроде как еще и враны тем с работы да что вы такое говорите я иду на специальную подготовку с детективом приехавшим с особым заданием из главного полицейского штаба ну же ну же вперед а впрочем сначала позвоню кое-каку и куда рядом с вами они конечно и полнейшая зелень зато хоть и зато хоть стол для игры соберем о как удачно куматиан ты как насчет постучать но начать по сукну костяшечками ой сана вы и правда несколько не поменялись мажонки решили сыграть видимо первым знакомиться ой си не понравился а козаке тот счет его непосредственно при знакомом несерьезности но стакан с накоплением опыта в отношениях между людьми предупреждение исчезло именно большой опыт слепил из него в нынешнего детектива ой си не коже детективу лишь лишь пыжиться добрать быка за рога зачастую простота оказывается лучше а косаке вот начал а косаке вот частенько советует не напрягаться впрочем ай си напротив следовало бы держаться строже ну же поехали косакоса да отправляемся хороший ответ сразу чуется ветеран так держать прежняя косака подняла бы его слова за подтрунивание но теперешним мог одеть в них бесхитростные одобрения от намного более опытно учат товарища со товарища товарища а вынула в челюсть пить на косако сам что-то кажется что за вами по выпивке тут не огня не угнаться да не ворот видать что за нас что со старостью спирт кругу хуже усваивается и нужно скромничать тем более что в нашей работе поднепьющий много сведений не отмена собирает нашим отделе специально выделяют средства на подготовку на молодых бойцов сакая заплатные напитки китайское рисовое вино бывал таких вот обычных лавочка бывал дорогих клубов неплохо неплохо с удовольствием как-нибудь поучаствовал бы качестве наставника да ваш опыт нам бы весьма пригодился наши времена в молодежь любит отры открещиваться мол с рождения не не у самого поначалу никакую не ушло чем больше тем больше выпил тем лучше усваивается спирт и чувствуется вкус напитка правильно правильно слышь к матям мамам не стыдно но все-таки уже прилично умея пить она так помню как ты только-только начал ходить совести даже на тост пил один полон чай непорядок в толсто большое значение не пьешь спиртного выходит словно ты недовольна коллегу лянкой я всегда говорю парням которые так поступают запом а прокидывать себя запаса запомарки до тебя никто не видит но первый раз и должен прикончить полную кружку первым при первом сообновлении о киноми а касака подрагивала напряжение но теперь от него и следа не осталось и одно это показалось старому детективу такой боевой путь прошел а касака за пять лет внушек с их первой встречи ух силенок касакаса можно сказать вы окрепли на славу пока я мая со скукой в ожидании выхода на пенсию вы плотно работали над собой и хе-хе я теперь точно вижу пора место молодым уступать да что вы я выучил что в нашей деле что наш что в нашем деле опыт значит чуть ли не все с физическим трудом и полевой по работе мы справимся молодых сил хватит а ветераны вроде на вас пускай сидят за столами давай пора у нас погоняют истинно так слыхал матчан ай-яй-яй-яй ладно ладно простите буду стараться ха-ха-ха-ха-ха-ха но если кума гайкун тоже ведь не отланивает ходит повсюду за место тебя тебе-то и не матушка не велит тяжко наверно ходить в напарник хойся сана я проработал с ним всего денька три я вполне понимаю какого вам приходится но поверьте под ворководством из вас точно выйдет и растет первостатейный сыщик просто верьте в него и себя несмотря на нем ни на что так точно буду стараться но может быть я еще научусь это было только только маджонг играть и увольте после уйти с одной жене место получки пустой кошелек приношу ну нет маджонг тоже пригодится каждая игра прибавляет силу уверенности в себе давайте потом сыграем научу вас как не проигрывать а он славный малый ойси чуток совсем напоминает тебя когда нашел на был по молодости да ладно где-то стать у меня отлита человек хорошо в нашего исти не припомнил бы когда видел его настолько воодушевленного встречи с кем-либо ойси работал плечом плечо со касается всего-то несколько дней потом все их общение слосят к открытка к открыткам прислаемом в честь больших праздников однако старый детектив однако старый детектив не представлял насколько приятно видеть когда-то из зеленого новичка окрепшим полностью сложившимся ветераном ойси собирался обработать это гроба но при введении несколько на проведении настолько возмущавшего образа врата послужбе начал подумывать что уступить дорогу молодым и занятия вместо зрителя вполне себе вариант как ойси так как асака нашли воссоединение куда более приятным чем они себе представляли хозяин занес внутрь электронную вывеску остальных в столах столах стояли кверху ножками стулья и хозяйка шабры протирала пол других посетителей уже нет других посетителей уже не осталось если показывали три утра шоу давно не виделись куротян сидите дальше раз так только разбудим как ходить будете шопа я дверь запер на извиняю друг не спасибо тебе сейчас сейчас все закрыто перебираться некуда они до сих пор они до сих пор не наговорившиеся они до сих пор не наговорившиеся решили воспользоваться добротой добротой хозяина помогая как видно уже не могшие побороть сонливости и волносо разговор перешел на работу окосаки окосака служил в далеко не зарядном незаврядном отделе даже с точки зрения полицейского местные полицейские жадно слушали рассказы про его боевую жизнь и опасные операции где одна ошибка могла дорогу восстановить так вот принял приехал это сюда так вот приехал эту я сюда надеюсь я увидите девочку фурдерико фурдерико вы про сиротку фурды реку тема сиротку значит ее родители фурдерика открыла ему что в следующем 5 лет химиза вас постигнет серия загадочных происшествий и помнится третий год она назвала годом смерти своих родителей получается все-таки да да их на третьем году проклятие сиросама на пятьдесят шестом году сего кажется что фурдер скончалась при несколько подозрительных обстоятельствах пусть а ровно три года после вашего посещения химиза вам окосакаса три года в июне третьего года после того как я по пустому как я побывал деревне ну да а что во что-то беспокоит ксака крепко зашмурился гоняя за головой хмель и постарался припомнить каждое из пророчества девочки да я же приехал за их подтверждением я приехал пятьдесят третьем году эры сего на следующий год значит погиб начальник строительства дамбы ах да с ним я в маншоин федера кажется после им потом стало да вроде как во всех газетах об этом писали видно только у нас да на следующий год его убили в дороге с рабочими и после того как с ним зверски расправиться его разделывают на части которые спрячут его очень нере и да вы сами все знаете именно так права рука по сиденье найдено досадно на другой год 50 ваш пятый год и росси вам июня в этот же день родители садака погибнут сворошены со скалы пожалуй место ли мне следует назвать их гибель несчастным случаем очень несчастным случаем дальше да дальше годом позже то есть через год после без начальника стройки по моему точно садака сан девочка судя по имени и родители упали со скалы и разбились о да вы много знаете именно че-то ходе выступавшие за постройку полотины поехал в выходной нас на выходной на смотровую площадку его полоски упала с нее до сих пор правда не выяснено случайно или от чьих-то рук думающим теперь знаем что это все-таки сделать атака но потому что у нее развилась 5 5 стадии болезни все дома химназова что вызвал в итоге не пара но и очень там они у преследования на думал что родители хотят и убить его чем сама это вращение в общем-то их убил первым столкнулся скалы также был бы было в общем-то этой случае с кейти пункте случае случае шивон которая потом натворил натворила 5 главе и и в том числе и 2 там вообще-то убила многих людей потому что считала что я не виноваты в смерти пропаже сатыши вот тоже не там развилась эта мани преследования паранойя болезнь этажа потом и следующим летом в июне 56 года сего в этот же день убьют моих родителей и следующем году до родителей фурдереки не стало только вот знаете в каждом случае что-нибудь да не вяжется здорово ты нас слышно о проклятии сиросама парень и откуда ты столько узнал о своем токио когда когда из-за давления местных особая глазки происшествия не продавали что же это нож последующий год то это и вряд ли знаешь все таки четвертого гулета расследование решили ввести секретно да нет пожалуй я знаю потом то очень летом видим 57 года и россию в этот же день умрет злобная тетка сатака который раз к которой расхватят череп мы там еще сатыши пропадет в этом году стало быть в прошлом женщине которая упомянутая ранее садок эти сан приходил с племянницей раскола расколош матери пологой череп в верно прям в точку а касако сан откуда вам известно даже про это по-моему я знаю только убьют на следующий год да что ты шутишь и начало следующий год это же нынешний убьют меня в июне 58 года сего то есть в течение ближайших недель убьют а фору де рику прислушателей потеряли дар речи а касако рассказывала цепочки четырех заказченных смертей и происшествий пускай он все время пробыл вдали это же касако из очень непростого отдела общественной безопасности вполне мог узнать и о секретном расследовании поэтому не слишком это удивительно что касата несколько лет и не бывавших инвензави легко назвал каждое из происшествий но непонятное потрясение лица касаки в связи с тем что слова его вновь и вновь отождаются запросто названы им родущее житого проклятия который он знаете ни в коем который узнать ни в коем разе который узнать ни в коем разе не мог напрочь сдули с них опьянения а касако сам сейчас уже поздний давайте не будем затягивать и перейдем к примеркам делу то значит сказанный вами хорошо во всем не узнал ту поездку в июне 53 из ее уст что за чушь хотел было предложить его если но чрезмерное потрясение не дало ему выдавить больше ни звука понимаю не верится тогда я тоже решил что ей просто вздумалось поиграть провидицу но ведь она сказала что на приятный год расправиться с ней стало быть как я считаю на нем недосмысленно позвала на помощь главная цель моей нынешней поездки в финнезава найти ее и узнать нуждается ли она еще моей помощи касако сан и знаете нынешнем году выхожу в отставку и хочу больше бы то не стало попитаться за старикана убитого на первом году серийных смертей поэтому с радостью цепляюсь за любую мелочь на самую посомнительную наводку так что позвольте убедиться выше я сейчас не шути не шутили надеюсь будет шутили просьба признаться немедленно хорошо них словах нет ничего кроме правды фурдерека рассказала не все в июне 53 года сего только тогда не я не придал особенного значения и словам поэтому с вами не поделился глубоко сожалею что так поступил да да нет у тебя винить не за что он бы тогда все равно не поверил фирта после всего что подошло дело другое а если наверное не зверь не сбежал горькой мысли что смерть пиццариканы получилось бы предотвратить если бы касако тогда рассказал но старый субмет миксу но старый субмет эксперты прав тогда а есть все равно не почти наверняка не поверила но дан так доказать доказать доказательства чем-то нету и можешь подумать что она просто ну решил пошутить это или просто поиграть провидится что на кого видит будущее но все шмальника девочка на самом деле в итоге все это показалось правдой ну тогда возможно что она в тот момент когда уже жила она уже помнила кучу жизни которых пережила уже кучу июний этих очень этих готов пусть он тоже много раз видел убийство или слышала про них что уже знала в общем про это поэтому и старикан все равно бы погиб а он лишь терзался бы тем что ничего не смело подвергнуть ничего не сумел поделать надо она такая их извиняйте впрочем фурдерико почему фурдерико то я не задавал на текущем положении дел в фильме зави базе как читал что постройку решено заморозить на неподереванное время поэтому думал что с концом нам было войны деревне вернулись мир покой угом на бывает война окончилась что верно то верно да вот с чего вы уже доводца встречи уже лето учились ежегодные заказчей смерти каковы и прозвали проклятие мая сера сама и шли они в точности по твоим словам сдается то да и сдается то доверила мне какое что кранево серьезные ой сезон прошу например как по как по вашему вероятно убийство фурдерики нынешним летом говорят забывая войны а мужа и жене фурдерико недоброе шептались из-за тогдашнего их везде бездействия не сложилось мнение что проклятие поразил их потому исходя из этого убийство фурдерики возможно но если медленной мочи кивнул ну да возможно 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 ним попытаюсь поговорить с фурдерик похоже что ничего другого не остается а коса коса на это самое можно и и я с вами сию съезжу кажется рассказа фурдерики мне самому очень поможет ухты атаков а тот так подарочек и привез нам парень самом интерес самом интереса сгорелся и не думал дожить до раскрытия и не думал даже до раскрытия дел загадок что он оказался навсегда останутся без ответов но все же кое-что вызывает сомнения почему она поделилась настолько важными сведения лишь со мной о помощи по идее это следовало бы просить и местных полицейских а не меня приехавшего из токио в командировку полагаю она просто не доверяла местной полиции да и нет 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 да не отёсаный я человек видимо не сумел я заручиться доверим и кит сан кроме того участке в киноми немало народа работающего на си сананзаки в общем больше всех она могла довериться мне эту кицу неприятно признавать то похоже на то в таком за случае оисиса сегодняшний разговор должен остаться между нами понятное дело ладно днем съездим химин зала инген берем мы поговорим с рекой сан а там посмотрим да скоро будет такой вот трогательный момент один из трогательных моментов в этой в общем-то на были думал что мы затронем уже на следующем эпизоде но сейчас все почитаем не верится но так оно все на деле до их а ночь на дворе слышны только сверка не жучков да сопящий носом садка река стояла у любимого окна правильно тебя убивают именно так она я и ты все видели и так старался выжить в глазах лицо так она она резала тебя заживо а ты все терпела сисковые зубы глядя на нее да уж неприятная смерть даже рад что рада что никогда ее не заводить не запоминала ну да впрочем верится без труда подобные казни во вкусе так она ау-ау-ау-ау и все же не понимаем зачем так она меня убивать и же носитель королева его не смерть приведет к катастрофе так ведь потому и ведь ее защищают меня истинут и рейс их и мои на так и на кой так она главный у них меня убивать ау-ау прости дурацкий вопрос так она меня убивает кого истинный паут мало что значит ну да какой в общем то какая разница почему она убивает на самой это делает или дают или может если понять причем не убивающим этого поступка можно заставить ее не делать этого но не знаю конечно хотя такой в итоге по моему случилось там где-то в общем так она даже расплакалась и плосил прощением вот и у реки это был момент очень-то в аниме одном в общем-то 2 экранизации от судей уже пассион продолжение как раз 1 верный 1 учета сериала по данные чем-то по разведению который был снят студии студии этим также также студии динучим снимал том числе и на в аниме по визуально на велика и стринает интересно только экранизация когда плачутся когда мне понравилось а вот экранизация в студию этой фристи на это что-то не очень в общем получился на там вообще было но все намешано из других рутов в общем там один был рот экранизирован этой к там и и сейбер кто развался почему этот арка который назывался судьба 1 фейд там еще 2 2 2 арки еще есть других это и клинков бесконечный край unlimited blade works и еще хэвенс филу этот прикосновение небес их можно звать еще рутами сейбер рута ренту сакия рут этой сакуры мата не в общем раз покрыть как раз там был экранизирован 2 рота и первый рот и очень там было намешано всего из других рутов добавлено из-за рута сакуры из рута в общем из этого 2 2 арки тоже было очень много чего добавлено немного но конечно некоторые моменты какая-то получилась такая солянка и в общем меч не очень понравилось и был здесь и глоба если бы была экранизация на 1 рута это 1 арки судьба целиком без всяких добавлений из других в общем-то арок нормально было бы все а так почти не понятно что получилось потому что потом уже экранизацию 2 арки и 3 уже делали на студии of a table который снимал то есть аниме таки как и пенок рассекающий демонов не очень получилось там уже настолько шикарно настолько круто что рута этого считаю нас настолько круто настолько шикарно получил что смотря в общем то же экранизации один просто уже не хочет смотреть вообще она просто как бельмо на глазу после такого шикарного пусть такой шикарной экранизации асад судей фото и был по моему мнению конечно других очень dark данный на вывод в одно чем на основе дела разговор идет не про на выловых и цена который потом пройдем после этой на вылом но там еще и попутно счет рукой на волночном месте свой цена и так а ну да в общем таковы истинный повод мало что значит и все-таки пускай даже так чего так она то не успев сказать что повод немного значит и тут же я тоже снова им задаюсь закаток она старается защитить и носители королевы не потому лишь что хочет уберечь население финансово от катастрофа пролива не оценивали исследования которым то безумно увлечена она щит убивает зачем это делать на тем самым хотя ходить теперь понятно хотя теперь понятно исследование в итоге все равно законе этом просто прошлых фрагментах очень то мы знали что по-русски узнали узнали потому что что эти вот новые красоты представители организации которая финансировала это исследование они в общем-то решили постепенно в общем-то это исследование закрывать сидеть в течение трех лет и еще так она же понимала что все равно ничего не случится она решила на зло всем потому что на ощупь и своей цели не достигает истинные свете и не достигает плюс к всему видим она встретился 7 минуты она партийцами этого кометка и джиме сансе это так называемыми теме кто ходил в общем-то его лагерь и джиме сансе и не сказали что если на целью это отомстить в общем-то этим кто попирал попирал топтал очень как-то в общем труды этого ее дедушками видимо она решил отомстить им в реальности сделать так чтобы вот так вот сделать вот что сделал в итоге в 7 в конце 7 главы получается так то что на свои силы цели не достигает она не смогла в общем-то и свой труд тот не труд дедушки возвеличить среди в общем-то в ученой среде как-то вашего признать эту работу эту его исследование то и и в том числе частично и они тем самым она не сможет достичь своей цели тем сам поняла что хочет очень просто дело так чтобы и другие ту цель которые другие в общем-то поставили эти вот организация поставила изучить эту болезнь она тем самым все это решила от нас на корню срезать в общем-то им и им и в том числе этом все это за то что они не дали защищают достичь его чем-то ей своей цели потому что в итоге оказался в общем козы потому что если не было бы вы следы и следует не это был бы засекреть засекречено 8 м его обнародности получилось бы этим сам не получил забын добиться признание этого в общем-то проведенного следу не прос дедушкой так она и самой так она они бы не стали сам этим богами как и хотели стать и поэтому дима она все там хотела чтобы в общем-то и те свои цели не добились в итоге не получили никакого года хотя чем-то на незначим кашки слишком жестоко им что по делать глупо довольно затем же собственными руками убивать королеву обладающие наибольшей ценностью для нее для ее работы кроме так она врагов нет ау-ау и мои но тоже враги не знаю с ними ли ирия но думаю что они вред него но думаю что не враг он так она и мои на враги да ты шутишь и что мы на малявке можем с ним противопоставить да ничего таких таких одолеть разве что чудо поможет сейчас учет случится в общем да да в итоге итоге это чудо случится чудо случится в общем появился караса косойка потом он не приедет в общем ты такая она в общем-то и не ожидая такого общем да прав подарка подарка судьбы такого не ожидая на просто не знаю когда мы получим будем и выйдем очень-то и эмоции при встрече с окосакой который очень-то на красе пыталась то да это очень тоже как-то заручиться его поддержка помощи на не получалось никак к тому же вот на газе пройдет нынешним воскресеньем убил убивает меня 22 еще недели значит ну что мы успеем здесь ну что мы успеем сделать то напасть из-за сады на так она металлической обитой смысла нет она в конце концов лишь одна из них разберемся так она мою но с нами быстро покончит что же сделать так что же сделать да да и сама понятия не имею но 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 до сих пор мы ни в одном из мир до сих пор мы ни в одном из миров не выясняли хотя бы имени своего врага а теперь у нас есть знание должно быть что должно быть что-нибудь они впервые встречалась таким напором на мгновение растерялась а затем осознав что вышла себя глубоко вздохнула и успокоила разум по большей части по большей части растерян из-за того что виновница оказалась так она и взирая на ее вечности и качества всегда считал так она на держится и надежным надежным союзником но он приходит тут полно она приходит полно причины требующих атака на беречь меня как зеницу ока а вот а вот причины а вот причин ей убивать меня не представляется ни одной впрочем голова ее постоянно занята всяким всякой жутью нельзя включиться что и без безумные идеи непонятные непонятно непонятно необычному человеку не выйдет подходящего повода стало быть там и таки убивают значит там и таки за нас полагаю что так точная река стоит как стоит поговорить стоит поставить поговорить сами таки и мои наподчиняются токаны за организации по названием токио выходит под и поддержки можно просить только у связанных стоит связанных с токио тогда только сами таки остается советоваться по этому поводу хотя проб должен быть от разговоров это разговора с ирии но вот потому-то и надо мне надо значит ради чего так она лишает меня жизни пока не найдут и объяснение едва ли они прислушаются причем-то не так и безответно люблю влюблен так она так она попробуй ка заставь его сомниться в ней иди вроде бы держится в некотором отдалении от нее возможно его убедить будет проще однако верить всего лишь врач в почтении пресекающийся стокио и знаю пригодится ли полиция обратиться глупости вот уж чего нельзя делать ни в коем случае не поверты ни за какие коврижки моей жизни увидители угрожает таимственное сообщество под названием токио да да верный способ навлечь на себя подозрение вмешательства ну а что же мне делать как себя уберечь по мою душу придут самые опасные люди киномедзами как о них скажется как им противостоять как как если бы я помнил поведенную ханю сцену со стороны гибели от рукокана то не терялось бы так ведь одессе ведь единственный взгляд вернее и суть не слов но вот не помню по той причине чтобы подтвердить рассказанное моей привычной а спутницей нечем правда бы стены и сути врага от которой нельзя отворачиваться страшно хочется заклиметь выдумками ханю и забыть со спокойствием рика мы же научились в предыдущей жизни ты не помнишь прошлого мира прошлый мир а ты портал дирек а ты портал где рена забиралась в школе расписка в бензи да нет же где только на учиться весь мир тот в чем пищу события всей семьей главы не помню что ли она типа мы забывал только лишь момент последней смерти в общем но самый последний момент смерти забывал то а так она все главу не помню что это получается как не спасали в общем-то из атака ему все это удалось сделать как она потом рассказала в том числе а если есть а если это поверил что-то и мог помочь на в итоге у там убили идти моему и как в общем-то друзья и поверили тоже пытались и помочь да не атакой на рабовую лицо бы из себя первые цвета узнал как и все мы можно нашли забыла она все запоминается почти что только на момент смерти забывает почему она это пятиглава вообще не помню после того как мы прожили еще один мир ты правда не помнишь там этот вернулся у тебя теперь худшая участь как не поступает центр защита детей бездействует и за несколько дней садок ломается начато но кто-нибудь из друзей снова кто-нибудь и друзей тронулся напал на т.п. нет нет там все объединились прибудили и убедили центр и спасли зато китис только мы тебя научил там река что без первой не выйдет чудо и что чудо не может быть не выйти что чудо не может быть и что чудо не может не выйти когда все верят в него да китя мог так сказать но здорово же однако надо же взяли вернуть возвращением это возвращением т.п. с которым прежде ничего не давалось поделать знаешь как в том мире то и друзья совершили чудо советовались они со всеми не плакались что все бесполезно и не мучу не мучились в одиночку вы говорили с другими вот чудо и получилось с другими говори с друзьями партака на думаешь поверят в вопросе и помощи потому как за мной хочется некой токио поверят в прошлом то мире поверили почему ты не веришь мне река прости не то чтобы я не верила если уж это видела своими глазами так она все было да оказывается неприятно когда память подводит это просто не можешь проникнуться полностью так или иначе даем нам до решения не додуматься слишком у нас слишком у нас мало серенок зато мы не безоружны у нас есть правда пускай повод не ясен зато известно что и виновница так она то что мы начинаем на свор и больше чем это бы то ни было и почему же ну почему же в самом конце ты одна все забыла конюс не подделание конюс не подделание досады заскрипела зубами должно быть она не так давно убедившая верный ответ не могла смириться смысле что и не сохранила воспоминаний настоящий ответ приводит меня в недоумение и дело бы своими глазами никакого повода не потребовалось его верится как же трудно принять тот чего-то не видела отчего памяти ханю сохранилась моя канал никуда получается что наше долгое путешествие подходит концу или что бесконечные путешествия кончились для меня и другие попытки уже не будет думала нынешний мир сорановато раз все я видят а ты или даже ходишь к нам в школу а теперь ясно что мир вообще перевернут с ног и наглого рано вот тут ничего нет он просто последний в это все же я появилась тут в последнем мере чтобы помочь остальным здесь они зритель я друг и союзник тебе и всем вам и правда лежу перестала ты изображать и постороннюю я больше не могу сидеть вдали от подмосков от подмосков боясь пораниться и не буду бояться не буду а буду верить всем и будут а буду верить все вместе со всеми когда чудо получится здесь идет битва за развязку июня 58 года сима сажаются река и так она если река не успеет победить вы врага победить врага срок она проиграет вот такая намного сильных фигур не мою на ничего мечтать справиться с не с ними малыми силами если река не заручиться помощи кого-то только му кого только можно из не сравнять не сравняет силы сторон самой игры не начнется через бесчисленные через бесчисленные повторы мы улучшили законы действующие на игровом поле мы словно играем в игру без руководства но мы учились и наконец узнали как-то когда этот пор а еще нам не а еще нам никогда прежде не доводилось начинать с такой форой ведь мы изначально знаем врага не время взрывать рика да вот она гасит меньше недели предыдущий мир главном 2 но теперь времени двое меньше проще говоря трога умера не будет хорошо же чем плакать из-за потери памяти лучше бы я радовалась по тебе повезло что тебе повезло запомнить забыл бы ты и последний мир наш так не пришел бы концу пока мы бы им пока мы бы метались не понимая как поступить и потом если удачно поговорить с друзьями первую очередь скейте может услышал поистине мудрый совет как никак этот парень совершил чудо боем вернув рене рассудок в мире где все шло к тому чтобы школа взлетела на воздух правильно в общем давай поговорим со всеми с кем только можно одни мы слишком слабы соберем друзей и подумаем что предпринять надо с надо самим делать первый шаг на пути к чуду причем за одну оставшуюся неделю случалось ли ханю прежде с такой коричностью возрождать мою газ мою гаше запал она вечно строила из себя постороннего наблюдателя не желая страдать из-за несбывшейся надежд не надеялась ни на что и вот с какими его с каким ревением с каким напором она вмешиваются ход вещей сломка не после мира захватом и школы рена и мы прошли еще один и там кейти как видно сказал мне много удушевляющих слов и теперь что мне терять то скажу посоветовать тех кому поле менее можно довериться независимости от моих усилий до конца считанные дни значит буду берегаться насколько хватает сил нет ничего красивого в том чтобы из бака нет нет ничего нет ничего красивого в том чтобы с бокалами на встречать конец корчайков для себя видим ну да в общем то так это у нас получается алло сколько же воды утекло это намора да спасибо за предоставленные тогда документы благодаря вашему кровотливому труду все эти лица из министерства здравоохранения поняли его поняли ужасности синдрома химмедзева ху-ху-ху-ху так это все плоды вашего спокойно такая на сенсии исследования верно я всего-навсего постарался бы достойное исследование получил соответствующее признание само собой разумеется ваш рот милейший в конце концов дойдет отец до премьер-министра он глава он глава государства моими стараниями главный человек нашей страны просит ваши вашего деда труд и поймет насколько выдающиеся вы выдающиеся вы ведете исследование а также насколько необычен химмедзевский синдром а также насколько без вас безмозглые нынешние директора директоры не продавшие значение вашей работе и бессердно и бессердечно оправший ваш вашего деда труд да ху-ху-ху тогда для вас у меня хорошие новости решено что после завершения операции конец вместо проведения работ закроют а исследованием а исследованием займется другая часть сил самообороны там вас тепло примут и вы сможете работать сколько угодно без заданности тревожиться политических лагерях и средствах ху-ху-ху-ху все щедрость все все щедро заказчиков пожелавших вознаградить ваши самоотверженные старания вы получите должности директора чтобы наконец-то чтобы наконец-то двигать исследование по собственному усмотрению разве это невосхитительно и вы я завершил работу над химмедзевским синдромом а выйдите на поле битвы которого искал покуни так она сенсей исследуйте и существ исследуйте существ управляющих мышлением человека и перевернетесь ног на голову прежнее понимание того что есть человечество нет я вам отнюдь не пытаюсь польстить вызову вы заслужили такую оценку от наших заказчиков да прошу прощения что заняла только вашего времени тоже позвольте попрощаться ближайшее время сажусь с вами скажусь с вами повторно продавив продавив трубкой рычаг от мобильного телефона женщина опять подняла ее и набрал другой номер внутренний номер внутренний номер 11 нет внутренний номер 1001 будьте добры да передайте что звонит вот она вот она бы вот она бы да с тем же да с тем делом прошло все безукоризненно да майор так она предоставила замечательные бумаги благодаря позволь благодаря позванному сотрудникам национального института большие шишки не подумали осомнится ху 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 да конечно трудностей не возникнет после двадцатого ольбаш после двадцатого большинство нежелательных лиц из министров уедут за границу либо на отдых за пределы токио да кое-какие нерешенные вопросы еще остаются нам скорее всего 23 числу июня все уладим да следовательно операция на местности пройдет полагаю ночью 22 и 23 принесем нам план и принесем план премьера на подпись да в тот день рядом с примером окажутся исключительно наши люди ему и в голову не придет усомниться конечно не всяких сомнений пример вас и пример все непременно подпишет руководство на случае чп номер 34 а потом обловит привлекут к ответу и лагерь аку и лагеря куна типа как бывший лагерь кайзуми потеряет значительную часть влияния да именно учреждение комитета по восстановлению три жестких отношений между странами азии сделала решенное вопрос лишь во времени согласно коль скоро день хватает на озаработка своего атомного оружия или всякие там японо-американские союзы что должны владеть тихим океаном для государства гораздо выгоднее направить их на помощь развитию гнр 21 век будет принадлежать к китаю как стране с небольшой долей населения планеты япония больше не выгодно милять костиком перед западом да совершенно верно 21 века не за горами а мы до сих пор кремим коммунизм порождением дьяволами иначе пересмотрели дровной американские не иначе пересмотрели дровной американской пропаганды хухухухухухухухухухухухухухухухухухуху да поняла что же до встречи на следующей неделе в макао ох 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 да обожаю играть в казино что же позвольте попрощаться в ближайшее время сразу же с вами женщина положила трупную и перевела дух с затем с удовлетворением улыбнувшись успешному протяжении своих дел но понесла ее глуху генерального секретаря кабинета министров да скажите что звонит мать за вам да это я заводя на оконах когда почти цикады ответы или выросли на ногу проника и продолжение следует так отлично окончание нового эпизода заметки переводчиком так . поворота история про горную хижину известна в японии старшилка 5 работа 5 ребят не труденческого возраста пошли покорить гору дурк метель 1 ветер камнем по голове стюкнул 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 стал их четверо на один покойник и тут а ребятки мерзнут один покойника оттащит и мысли и мысли горжут их нехороший тот попался и млачуга из одной комнатки спрятались там бедолаги сели по углам а пятого положили на полцентре а буран все идет не окончается холодно в хижине и в косну всех плонит остальное читатель знает из текста главы восьмерка японии восьмерка означает удачу потому что ее иероглиф похожий на форму и на букву l и читающийся как хотим расширяется сверху вниз как бы символизируя умножение материальных благ мыши ничего нет в общем она на этом тогда думает через закончим так то мы узнали в итоге что что-то там за тело это видимо женщина которая помогла пришла помочь в общем-то так она отомстить и в общем исполнить ее мечту истинную истинную цель и общем чем-то там они там говорили о том что лагерь кидзуми в общем ибо это не на самом деле кто-то другой получается не знаем в общем говорил тоже женщина в общем о том что кому очень хочется на видимо в том числе добиться тому и того что лагерь кидзуми в общем чем-то обвинят история ли кого-то другого и на самом деле этих сотрудников этом организации только очень непонятно пока точно счетом она в общем затеяла но явно шут нехорошие и вообще и на этом как раз серия заканчивается на этом мы завершим это этот эпизод 148 прохождение визуально на волоке доплачутся када что на самом дальше случится мы узнаем в следующем эпизоде 149 но при этом вспомнила очень при этом вспомнила о том что такая на является врагом к раз убийством является врагом реки виновницы его большим смерти эти самые рассказала бы об этом в реке в том числе и я к сако с аойси поговорили он на краску же мой рассказал а косака ойси рассказал о том что он знает как раз об этих всех убийствах об этих смертях происходящих в ночном тоннагасе от лица от самой реки в тот день когда был он был химин зови по делу о чем-то похищение внуками не имея этого министра строительства и они решили о чем приехать карьере реки говорить с ней поговорить о чем-то с ней об этом ну что же эта встреча думаю будет кора следующей главе с чем после чем эпизоде там следующем серии 149 это заканчивается 40 148 эпизода весь виде понравится поставьте лайк также ставите свои комментарии так лишь конструктивную критику безумно от оскорбления этом все с вами был михаил дороги за 3 подписчики моего канала всем удачи до скорых встреч и всем пока до скорых встреч и субтитры сделал DimaTorzok дима 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 дима